В эфире полезный проект «Среда». Меня зовут Александр Овчаров. Здравствуйте. В минувшую пятницу, 3 марта, прошел конкурс «Мисс судебный пристав 2017». Сегодня у нас в студии организатор конкурса, руководитель пресс-службы Краевого управления судебных приставов Юлия Ивакина и победительница конкурса «Судебный пристав-исполнитель Пятигорского городского отдела» Алена Дубаграева. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с тем, что прошел конкурс. Вас, конечно же, с победой в этом конкурсе. Вас с успешной организацией этого мероприятия и, конечно же, с наступившей весной уже и 8 марта наступающим. Расскажите о конкурсе. Что это за мероприятие? Как часто оно проходит? Для чего оно вообще сделано? Конкурс «Мисс судебный пристав» проходит уже третий год. Первый конкурс проводился в 2014 году. И после проведения такого мероприятия мы поняли, что у нас в коллективе есть очень много девушек, которые бы могли проявить себя не только на работе, но еще и показать свои какие-то творческие таланты коллективу на публику. Насколько я понимаю, это мероприятие, конкурс такой уникальный, только в Ставропольском управлении судебных приставов проводится. Чья это была идея вообще? Ставропольское управление было первопроходцем. В прошлом году некоторые территориальные органы переняли наш положительный, я считаю, опыт, да, и несколько конкурсов уже провели в России. Но первый конкурс провели именно мы. Чья идея была провести этот уникальный конкурс? Руководителя нашего Николая Викторовича Коновалова, который решил в 2014 году еще сделать такой небольшой сюрприз для наших женщин, для нашего коллектива. И тогда вот совместными усилиями было принято решение провести конкурс красоты, грации и таланта. Вот так все это и началось. Руководство поблагодарили, уже какой-то минимум выполнен сейчас. Расскажите, что за конкурс был в плане, что нужно было сделать участницам в процессе вот этого конкурса? Какие-то этапы у них были или что? Да, конкурс состоял из четырех этапов. Первый этап включал в себя видеопрезентацию, там, где девушка должна была рассказать о том, какая она мать, какая она жена, какая она в работе, в семье, ну и так далее. Раскрыть всю себя. Такая визитная карточка. Визитная карточка, да. А второй конкурс, это был конкурс импровизации, где девушкам предлагалась какая-то нестандартная рабочая ситуация, и вот они должны были... То есть конкурс еще с привязкой такой к работе, да? Да, ну вот, Алене, какой вопрос попался? А если у меня появится поклонник? Ну, он окажется... Среди должников? Да, он окажется злостным неплательщиком алиментов. Ага. И какая будет моя реакция, как я поступлю с этим? Это есть в вашей презентации? Я сразу открою секрет, у нас есть презентация, Алена, мы ее посмотрим через несколько минут. Презентация менее, так скажем, без такого чувства юмора. И какой же был ваш ответ правильный? Что я, скорее всего, помогу своей коллеге. Она его сдаст. Да, по алиментам. Да, она профессионала, она настоящая профессионала. Сразу понятно, что вы из тех краев, где находится замок коварства и любви. Да. Так, что еще было из таких вот этапов прохождения? Да, третий этап предполагал творческий конкурс, то есть там, где девушки могли спеть, станцевать, ну, показать какие-то свои творческие навыки. Алена, например, показывала театральную постановку со своими коллегами, да, о жизни судебных приставов. Очень всем понравилось, все от души смеялись, потому как они все это с юмором преподнесли. Ну, а в нашей жизни юмор, вы понимаете, всегда раскрепощает. Конечно, коллег привлекали просто, да, в качестве тех людей, которые смогут воплотить вашу идею, да? Да, да. Сама Алена все сочиняла. Я думаю, что, наверное, вот ее, эта театральная постановка, наверное, явилась каким-то таким вот выбросом в победу. Угу. Таким переломным этапом, да? Ну, да, потому что она была, отличалась от всех участниц, это была единственная постановка, остальные пели, танцевали, но здесь, конечно, было интересно наблюдать. Тут же еще была игра в коллективе, их взаимосвязь, то есть очень интересно было. То есть, как бы, еще и работа в коллективе отражалась. А сколько всего участниц было? Восемь человек в этом году было. А если сравнить с предыдущими годами, начиная с первого года? Ну, в принципе, мы придерживаемся где-то 8-10 человек, да, больше не стоит, потому как это займет очень большое время и немножко растянется. Какие требования предъявляют потенциальным участницам в этом конкурсе? Ну, прежде всего, мне кажется, это коммуникабельность, их умение общаться. Уже на второй план, честно вам скажу, уходит внешность, в нашем конкурсе, по крайней мере. Ну, и, конечно же, смотрим на творчество, насколько творчески подготовлен человек, потому как один из конкурсов – это творчество. То есть, такая социальная активность. Да, да, социальная гражданская позиция у нас только приветствуется. Давайте посмотрим презентацию победительницы конкурса «Мисс Судебный пристав-2017». Добрый день! Меня зовут Алена Дубограева. Я – судебный пристав-исполнитель Пятигорского городского отдела. Кто я? Когда ты молод и целеустремлен, перед тобой открыты все двери, и требуется лишь один шаг – сделать выбор и уверенно следовать своему решению. Мой выбор – быть счастливым человеком. Я, как каждый человек, ищу свой ритм. Я не нарушаю правила. Я играю по своим. Спорт – это маленький шаг на пути к своему совершенствованию. Наша жизнь – это движение только к цели. Мы не знаем точно, куда нас ведет дорога и что нас ждет по пути. Но я уверена, что я хочу получить от жизни максимум и останавливаться лишь для того, чтобы насладиться. Насладиться тем, что не требует спешки. У меня есть маленький ангел-хранитель, дочка. Это источник моего тепла. Счастье быть рядом, когда она делает первые шаги по жизни. Счастье поддержать вовремя, когда первый раз падает. Счастье быть примером, авторитетом и опорой для глаз, которые способны отвечать на любовь взаимностью. Любовь – это самое важное, что есть в нашей жизни. Любовь – она разная. К семье, друзьям, работе. Это может показаться невероятным, но за 8 лет службы у меня не было чувства безразличия и нелюбью к своей деятельности. Меня никогда не посещала мысль бросить все и уйти. Все дело в том, что мне повезло, и я довольно быстро поняла то, чем мне нравится заниматься по жизни. Я не замечаю трудностей и проблем, с которыми связана работа судебного пристава. Я просто люблю то, что я делаю. Большую роль в этом играет наш коллектив. Потому что никто не считает себя выше других. Мы – команда. Мы – большая дружная семья. Многие задаются вопросом, для чего я участвую в конкурсе. Для меня этот конкурс – это очередное испытание на прочность. Кто я? Я – счастливый человек, сделавший правильный выбор. Ну что, я вас еще раз поздравляю. Прекрасная презентация, которая создает вот тот образ победительницы, который на самом деле есть. Как ангел-хранитель отреагировал на вашу победу, на то, что вы явились с короной домой? Ну, прежде всего, она меня провожала с напутствием «Мама, покажи наш фильм всем». Потому что я ей говорила, когда мы снимали открытку, что мы будем снимать кино. И когда я приехала, она увидела корону, счастье было. Она сказала, мама – королева, а я – принцесса. Вот. Так что, это действительно тот человек, который помогал мне в этом. Вот моя победа для нее даже. А в целом, какие впечатления оставил о себе конкурс? Насколько сложно было вообще подготовиться и пройти это испытание? Потому что наверняка это испытание. Кто помогал, кроме дочки? Ну, мне, конечно, помогал мой коллектив. Потому что, если брать сценку, то большую роль они там сыграли. И, наверное, моя победа не только для семьи, но и для работы. Это, прежде всего, выиграл наш отдел. Сложно, да, конечно, потому что надо совмещать работу. Ее вместо нас никто делать не будет. Задерживались ночью, рисовали плакаты. А многие из должников, наверное, надеялись бы, что лучше бы в конкурсе участвовали. Ну, конечно, они бы нас всех отправляли бы. Ну, задерживались, рисовали плакаты, клеили коробки для сценки, наряды придумывали. Большая поддержка очень. Вот если возвращаться к теме детей, кем вы мечтали стать в детстве? И как решили стать судебным присталом? Я мечтала в детстве стать, начиная от следователя, потом учителем английского. Я выросла на фильмах таких, где все ходят с пистолетами. Поэтому для меня это было приоритетом. Затем учителем английском и врачом. Но все-таки выбрала решение. Можно сказать, что ваша детская мечта воплотилась в жизнь? Да. Я люблю свою работу. Я иду на работу с радостью. У меня нет какой-то обузы. Я понимаю, что приношу пользу. Будете ли выходить на работу в короне? Нет. Нет. Но с ощущением, что она у вас на голове, наверное, все-таки... С ощущением гордости. С ощущением гордости, да. Давайте, знаете, какой вопрос поднимем? Сколько представительниц прекрасного пола работают вообще в системе судебных приставов? Сколько, может быть, какие-то есть статистические данные? На сегодняшний день 540. Женщина у нас работает по всему краю в управлении судебных приставов. И из них 250 – это девушки до 30 лет. Это почти половина? Почти половина, да. Всего лишь 23 ветерана у нас в службе есть. Остальные – вот молодые девушки, которым как раз-таки и дорога в наш конкурс. Ну, профессия судебного пристава наверняка ведь тоже не совсем безопасная, скажем так, да? С чем приходится сталкиваться и как девушки с этим справляются? Какие ситуации сложные есть? Всякое бывает. Нападали на девушек. Я вот думаю, Алена, она у нас по земле ходит, она работает. Она, наверное, больше может сказать, какие опасности их преследуют. Ну, вот основные, да, трудности, сложности. Чего стоит опасаться? Ну, конечно, люди разные бывают. Кто-то воспринимает нас как обычных людей. Так же могут поговорить. А кто-то агрессивно. Ну, я даже перечислять всего. Ну, у нас есть защита. У нас есть защита. То есть девушек в адреса, если мы выходим на исполнение, нас одних не отправляют. Исполнение – что это значит? Давайте немножко раскроем профессиональный термин. Исполнение – это выход в адрес должников для того, чтобы установить имущество, установить проживание должника для исполнения исполнительных производств. Как часто приходится выходить на вот такие задания? Ну, каждый день. Каждый день. Потому что производство необходимо, исполнительное производство необходимо отрабатывать. Если они будут лежать, то это будет груз, неисполнение. Обучают ли вас каким-то специальным приемом? Боевым? Может быть, даже и боевым. Ну, боевым и психологическим, может быть. Как вы работаете? Или в зависимости по настроению, как это происходит? Ну, по настроению мы, конечно, не будем работать. Мы ищем всегда контакт с людьми. Для того, что если придешь к человеку, улыбнешься, и будешь спокойно с ним разговаривать, в принципе... И скажешь, отдавай сюда холодильник или нет? Нет. Ну, каким образом это происходит? Расскажите подробнее. Ну, для начала, конечно, предупредить о том, что у человека имеется задолженность, что во избежание взыскания, во избежание арестов необходимо оплатить в установленные сроки. Конечно, проще, лучше и необходимо в соответствии с законом предупредить, чтобы человек мог добровольно это все оплатить. И далее при неоплате долгов уже применяются более жесткие методы. Что из первоначальных таких методов применяется? Ну, можно же, наверное, сейчас тоже расценивать это как предупреждение. для тех, у кого есть долги. Первоначальные методы мы, делая запросы в кредитной организации, возьмем для примера, узнаем наличие счетов. Если должник не оплачивает, то первое, конечно, это аресты. Аресты счетов. Это самое первое, что делают судебные тесты. А дальше уже аресты имущества, да? Если нет ареста счетов, да. Да, запрет на регистрацию транспортно, для того, чтобы, опять же, понудить должника к выполнению его долговых обязательств. Чтобы вывести его из категории должников, всеми возможными законными методами. Законными. Да. Скажите, как, по вашему мнению, девушкам проще работать с должниками или нет? С должниками? Да. Или все-таки мужчины приставы как-то более легко находят контакт? Ну, я, наверное, подержу женскую половину, скажу, что проще. Потому что женщина, она, конечно, более гибкая. И если какая-то ситуация возникает, всегда можно найти мягкий подход, где-то как-то отреагировать. Ну, я считаю, да, наверное, легче. Наверное, и сами должники, увидев такую хрупкую, очаровательную девушку, ну, как здесь, да, выразишь какие-то негативные эмоции. Уже настрой другой, когда ты видишь перед собой женщину. Я тоже с вами соглашусь. Я тоже, пожалуй, с вами соглашусь, хотя ко мне не приходили. Ну, пока еще, конечно, мало. Зарекаться не стоит. Алена, давайте немножко поговорим, опять же, о вас, о том, не только как вы работаете, но и чем живете, кроме работы. В вашей видео-визитной карточке, ну, мы немножко смогли увидеть вот эту сторону, там присутствовал конный спорт, да? Какие еще увлечения присутствуют, чем вы занимаетесь, вот, помимо работы? Я люблю спорт, я люблю фитнес, я увлекаюсь йогой и здоровое питание, потому что... Вы идеальный человек, я смотрю. И этому подтверждение корона у вас на голове. Так, и безумно люблю читать. Читать, но только книги живые, я их так называю. То есть не электронные? Нет. Или что вы называете живыми книгами? Это книги, которые с запахом страниц, которые шелестят, которые... Ой, это мое все. Золотой вы человек. Спасибо. Как удается совмещать... Совершенно не современный. Мне кажется, сейчас наоборот, как раз-таки вот современный человек, к которому к такому образу пытаются стремиться все, которые читают электронные книги. Как удается совмещать и работу, и спорт, и правильное питание, и еще и книги? Как находится столько времени? Вообще я живу по принципу, что мы живем один раз. Поэтому где-то да, а где-то тяжело. Но тем не менее, у вас точно так же, как и у других, 24 часа в сутках. Да. Ну, наверное, как-то получается организовать свое время. Поэтому, наверное, все-таки зависит от желания. Если это все делать быстро, если не затягивать, все получится. Я сейчас, наверное, задалась и целью перечитать школьную литературу. Потому что в школьные годы это достаточно тяжело, наверное, понять. Кажется, что загружают чем-то. А сейчас ты понимаешь всю эту красоту и ценность этих книг. Такие как... Ну, последние, например, у меня были Анна Каренина и Тихий Дон. И я... ну, я получаю от этого удовольствия. То есть сейчас настало то самое время, когда эти книги прилили самую такую тякую актуальность. Да. Юль, расскажите о конкурсе. Насколько сложно было его организовать? Кто вам помогал в процессе подготовки? Ну, сложность конкурса в организации конкурса состоит прежде всего в том, что у нас девушки не находятся в городе Ставрополь. У нас лишь некоторые участницы из городских отделов участвуют. Вот это обычно... Какова география участниц тогда? Ну, в этом году у нас был Пятигорск. Две девочки из Буденновского района, из Степновского района. Это самый дальний район. Две девочки из города Ставрополя и Придгорный район. И уже третий год подряд из Пятигорска увозят в Пятигорск. Да, Пятигорчане у нас лидируют уже третий год подряд. Есть предположения, по какой причине? Думаю, это, наверное, живительные кавказские минеральные воды, так на них сказано. Но на самом деле, мне кажется, здесь все просто. Там очень дружный коллектив. Каждый друг за дружку болеет. И именно начальник этого отдела всегда переживает, перезванивает и флешки сам несет. Ну, то есть все болеют душой за своих участниц. А если сравнивать с подобными конкурсами, они ведь всегда наполнены какими-то интригами, скандалами и такой конкуренцией между участницами. То какая здесь атмосфера вот в этом конкурсе? Вы знаете, мне всегда очень интересно, я же с каждой из девушек общаюсь каждый год. И свое первое общение, я их внешне не вижу, я не вижу, как они выглядят. Я с ними просто общаюсь по телефону. И сразу я им говорю, все, с этого момента я ваша мама. И потом мы будем все семья. Это, мне кажется, подразумевает то, что основной груз организации лежит на вас. И проведение, и подготовка всех участниц. Мне кажется, основной груз на мне лежит настроить девушек на победу. И настроить их на то, чтобы они совершенно ничего не боялись, а приходили смело. И как я им сегодня сказала, расслабьтесь и просто получайте от этого удовольствие. Все, вы здесь вот для удовольствия. Просто кайфаните, так скажем. И сложность, конечно, еще в том, что практически у нас нет с ними репетиций. То есть все проходы, все выходы, зал, микрофон, они все пробуют в этот же самый день. Это сложно и для меня, потому как от меня зависит организация. У меня должно быть все четко распределено. Я, конечно же, переживаю за девчонок, те, которые выходят первый раз, берут микрофон и поют песню. Для них это просто испытание. Я не представляю, какой груз на них вот в этот момент лежит. Но мне очень хочется. Я всегда болею за каждую из них, чтобы у них все получилось. А вот все-таки, возвращаясь к этому этапу соревнований, давайте расскажем, кто оценивал конкурс, кто выбирал победительницу. В общем, кто был в жюри? Ну, мы в жюри всегда привлекаем, конечно же, руководство нашего управления. Председатель жюри у нас всегда Коновалов Николай Викторович, это наш руководитель. Его заместители и начальники отделов мужского пола. Что естественно. Да, в этом году у нас среди жюри была одна единственная женщина. Это заместитель руководителя. Все-таки какая-то нотка адекватности должна быть там. Да, чтобы женщина тоже могла оценить всю прелесть и красоту, происходящую у нас на сцене. Да. Не предвзято. Не предвзято, да. Потому что все остальные могут смотреть, ну, немножко... У мужчин может быть несколько, да, такое восторженное мнение. Да, с холодным сердцем, чтобы кто-то должен был вносить вот эту ноту. Ну что, поблагодарим и всех участниц, и команда жюри в том, что они выбрали наверняка все по-честному, было проведено. И, конечно же, поздравим еще раз победительницу с победой. Поздравляю вас с наступающим 8 марта. Спасибо. Желаю, чтобы победы присутствовали каждый день в вашей работе и поменьше сложностей на рабочем пути. Всех наших зрительниц, тоже с наступающим 8 марта, поздравляем и желаем весны, круглый год. Я напомню, сегодня у нас в гостях были организатор конкурса «Мисс судебный пристав-2017», руководитель пресс-службы Краевого управления судебных приставов Юлия Ивакина и победитель конкурса «Судебный пристав-исполнитель Пятигорского городского отдела» Алена Дубаграева. Спасибо вам большое. Еще раз с наступающим. Спасибо. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok